Острого дня, господа нажиманы! С вами снова Алексей Пономарёв и ножевая колонка Видеонайфи. Сегодня расскажу вам про один из спаев. Очень прикольный у меня появился свежий ножичек. Старенький ножичек у меня, первый от спаев, появился в 2004. А может быть даже и в 2003, потому что это был Билл Моран, Дроппоинт, это был Фикс. И где он меня теперь лежит, я не помню. По-моему, всё-таки в Анапе. Сейчас у меня в Петербурге на руках в коллекции 4 спая, те, которые прям вот мои и никому больше не отдам. В первую очередь это, конечно, давным-давно купленная Парами. Парамиля 2,5 я её называю, и я таки имею право на такое название. Потому что у неё был отломан кончик, я её купил на барахолке за какие-то смешные тогда деньги. И вот прошло уже лет 12, и у меня этот нож теперь травлёный, с кастомной клипсой. И весь из себя красавчик прям регулярно с собой таскаю. Второй нож это чуть реже появляющийся у меня на кармане Чинук 2. Потрясающий нож, тоже купленный на вторичке. Чи-2 я считаю самый прикольный из тех Чинуков, которые вообще были. Первый, конечно, монстр, но второй это, блин, эталонный Чинук. Я думаю, что ничего похожего больше спаи в этом сегменте не произведут. Конечно, у меня есть эндуро. И именно от неё я оттолкнулся при приобретении четвёртого своего ножа прям для себя. У меня была эндуро в рыжем от обуха, и всё с ней было круто, пока я не увидел, наконец, накладки от Гостева. Вот этот самый самурай, это прям то, что мне залетело в душу. Я решил, мне надо. В итоге мне достались эти самые накладки. Я переодел эндуро, её перекосило, она год лежала в ящике. Я её отправил обратно к Гостеву уже всю. Иван её пересобрал, переточил, перетравил, всё сделал, наконец, мне кастомный предмет. У меня теперь есть такая замечательная эндуро, и я её с собой таскаю весьма постоянно. Но вот это ощущение ностальгии на руках, вот ту самую фактуру эндуры я, блин, потерял. Да, крутая кастомная рукоятка, но эндуро-то мы любим ФРНовскую именно за её фактуру, за то, как она в руках тактильно, вот это вот прям вкуснота самая. Ножей у спаев на самом деле много, с этой разнонаправленной насечкой, когда ромбики туда, ромбики сюда, и из всего ряда спаев мне нравился Тенейшес, но Тенейшес не имел таких насечек. И таки, наконец, ура, вот у нас есть спайдерка Тенейшес Лайтвейт. Именно с этой рукоятью, именно с этой фактурой я пискнул, сказал, что мне такое надо, сразу же, как он прибыл, выписал себе, выкинул нафиг коробку, чтобы не иметь никакого вообще мотивационного направления для того, чтобы его продать, там, я не знаю, запустить обратно на склад, там, в идеале пофоткать, и все, на этом нет, это будет 100% мой нож, это уже 100% мой нож, на него запланировано тоже травление, точно я уже пильну надфилем здесь дульку, она мне все равно здесь нужна, и это реально нож, которого я ждал. Я в восторге от того, что он, зараза такая, появился, наконец, на прилавках. Сейчас лютые перебои с доставками, лютые перебои с всякими дилерскими договорами, и вообще с логистикой вообще мировой, скорее всего, нас ждет глобальный ножевой голод. Сейчас у меня штук 8, наверное, их уже осталось, и долгое время их, конечно, не будет. Но я не могу не похвастаться, не могу не сказать вам, успейте, найдите, это очень прикольный нож, это именно то, что я реально захотел за последнее время. Пойдемте посмотрим крупные планы. Вот таким образом нож выглядит в сложенном состоянии. Здесь та самая знаменитая клипса на трех винтах, которая обнимает осевой, и та самая насечка, из-за которой, собственно, он мне и оказался нужен. Вот так он выглядит сложенный, смотрите, спейсеров совершенно никаких нет, все у нас на боночках собрано, и стопорное там, где надо, и темлячное отверстие ровно там же, где и будет. Вот смотрите, если эту клипсу мы переставляем вот сюда, то здесь у нас осевой, а там получается отверстие под темляк. Теоретически, может быть, кто-то, когда сломает так же тенейшес, как и мою пару, за эту дальнюю бонку тоже будет цеплять. Я не знаю, наверное, для меня темляк здесь будет неактуален. Повторюсь, что этот нож я даже клипсу переставлять не хочу. Блин, он отлично сидит на кармане, и, конечно, флипует он тоже абсолютно суперистически. Вот так он выглядит в разложенном виде. Хороший широкий клин, прям то, что доктор прописал. Повторюсь, Жи-десятая. Вот казалось бы, чинук, может быть, мне потому он и не заходит, что у него вот такая Жи-десятая рукоять, она какая-то невыразительная, что-то с ней не так. Ну или со мной что-то не так. А здесь мне очень нравится, потому что эта насечка не просто так такая. Вот в эту сторону у нас насечка идет, чтобы упереться и резать фронтально, вот таким вот образом. Вроде и нет гарды, а вроде упор хороший, мощный, сильный. А здесь в ту сторону для того, чтобы и строгать с натягом назад, и, собственно, вот так вот дальним образом действовать, тоже движением назад. Литье очень классное. Мне кажется, что оно стало лучше. Вроде было тоже неплохо, а тут, ну, может потому что нож очень новый, поэтому такие впечатления от него и есть. Вот, размеры у него вполне стандартного Тенейшеса, но давайте попробуем моей древней линеечкой. 85 на клинок и 111-110 на рукоять. Слушайте, ну, вполне достойно по весу. Опять же, он немного легче, но это немного для многих может оказаться решающим моментом. 105, будем считать, грамм в нем есть. Мне кажется, что это действительно легкий вес, как они и называют. Как они это всего добились? Потому что у них легкое литье, потому что нет никаких списеров здесь, и, конечно, из-за того, что у него есть выборки вон там. Пробую вам показать. Вот, видите, какие огромные окна вырезаны там? И это еще сторона лайнера. То есть, на стороне лайнера, вон там, присутствуют вырезы круглые. А с этой стороны, где сплошной лист металла, так тут вообще огромные отверстия. И вес выбран прям по полной. Я думаю, что эти кренделя могли бы даже контурно его вырезать. Не знаю, получилось бы так у них или нет. Но он действительно очень легко выглядит. Вот этот парамиля, наверное, даже потяжелее по ощущениям. Да, пара-два мне почему-то кажется тяжелее. Про Тенейшес, про эргономику, разговаривать можно сколько угодно. Она практически идеальна. Высокие спуски от обуха. Вот этот очень козырный наплыв. Он практически такой, как на эндуре. Но на Леди Энн почему-то он такой грубее, выше. Из-за того, что клин уже сам по себе. Он как-то по-другому садится в руку. А здесь то, что доктор прописал. Большой упор в обух тоже можно делать. Я не знаю. Мне кажется, что этот нож мог бы очень неплохо себя показать в спортивном резе каната. Теоретически вот этот наплыв не мешает. И на прямой рез, там же как режем, так тянем на себя. Наверное, Тин мог бы дать нормальную результативность. Потому что, как вы помните, на резе каната, например, очень неплохо выступал даже Ontario Rad в 8A. Аус 8, это аналог 8 Chrome 13. Постали вопросов ноль. А по сведению, по геометрии здесь, мне кажется, будет лучше. Оперируется он спокойно одной рукой. Мне очень нравится его открывать вот так вот щепотью. Не знаю почему. Приторчал просто. Как-то вот так вот по-простому. Берем. Тыц, тыц. И мягким встряхиванием вот так вот открываем. Конечно, он открывается у нас и большим пальцем. И закрывать его, опять же, можно и переворачивая. Не знаю почему. Вот накрыло меня на вот такое закрытие. Вот так слишком скучно. С этим мы жили очень долгое время. А сейчас почему-то меня припирает вот так вот складывать ножи. Может быть, потому что... Как это? Не так, как все, уже типа хорошо. Не знаю. Наверное. Очень классно разработанный нож. Без люфтов, без ничего. Ура. Вообще просто супер. Режущая кромка у него, ну так, на мексиканском уровне, мягко говоря. Но в любом случае, ножи такого класса перетачиваются сразу. Поэтому я думаю, что бахну на него 14 на сторону и будет мне счастье. 12, наверное, все-таки забездю. Вот. Посмотрите, какая у него обработка по торцам. Здесь вроде все замечательно. Даже меня удивила обработка спайдерглаза. Я таких полированных спайдерглазов не помню уже 300 лет. То есть и на эндурах, и на милитаре таких полированных глазьев мне не доставалось. Обычно вырубка и все. Да, кстати, про вырубку. Все вот эти отверстия, которые сделаны внутри, они все сделаны, естественно, штампом. На самом деле, насколько помню, здесь все равно 420J на лайнерах. Поэтому ржаветь тут по большому счету нечему. А 8 Chrome 13 нормально держит и море, и что угодно. Конечно, про любой нож бывают. О грехе с коррозией. Но здесь, я думаю, что все будет огонь. Клипса четырехпозиционная. То есть раз, два, три, четыре. Кто угодно. Вы левша, правша, как угодно. Вам любой нож, любое положение можно будет сюда приколотить. Ну, или же носить его в чехле, если вы эту клипсу вытащите и выкинете. Не знаю почему, но что-то меня к чехлам последнее время тоже тянет. Ну, из того, что я показывал сразу, и что является жемчужинами моей коллекции, давайте быстро, бегло пробегусь. Окей. Вот Гостевская эндуро. Травленный паук. ВГ-10. И вот такой самурай на рукояти. Насколько понимаю, рукояти больше не производятся. Можно искать на вторичке. Или уж не знаю, как уговаривать Ивана, чтобы он их сделал. Моя парами два с половиной. Опять же, в авторской заточке. С лютой дулькой. Я именно такую и заказывал. Мне так хотелось. Травленый клин. От Немезиса вот такая клипса. Где заказать, пишите, расскажу, объясню. Очень хороший нож с классной абсолютно механикой. Ну, и китинг второй. Джеймс. Зверюга. Страшный, тяжелый, очень острый, резучий. Это единственный нож, которым я умудрился порезать себе ухо. Не конкретно этим, а конкретно этой моделью. Вот такие у меня есть спаи. И уж на каждый день у меня теперь точно будет бодаться вот этот самый Тинейшис Лайтвейтовый. И вот это парами два с половиной. Не знаю, кто выиграет. Может быть, когда-нибудь сниму видео и об этом. С вами снова был Алексей Пономарев. Рассказывал вам всякие интересные ножевые пономаревости. Про свой новый нож. Именно про тот, который мой. И я его больше никому не отдам. Это очень прикольная железяка. Мне очень нравится. Подписывайтесь на мой канал. У меня точно остро и интересно.